Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город. Программа 7 минут». Сегодня мы будем обсуждать тему резиновых квартир. Дело в том, что совсем недавно правительством Российской Федерации был поддержан законопроект, запрещающий так называемые фиктивные регистрации. Сегодня у нас в гостях Екатерина Рыгина, дознавателя отдела дознания отделения полиции номер 3 УМВД России по городу Рязани. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Сразу первый вопрос. По вашему мнению, насколько опасна и важна вот эта тема на сегодняшний день и какие работы уже ведутся? Очевидно, общественная опасность данных преступлений, поскольку фактически наше государство утрачивает контроль за местонахождением иностранцев на территории Российской Федерации. То есть иностранцы могут без ограничений перемещаться по всей ее территории, без каких-либо ограничений. И наряду с обычными рабочими в данной среде могут быть преступники, а еще опаснее даже и террористы. Поэтому контроль за данными гражданами должен быть усилен. Вот у меня под вопрос такой созрел. Почему же раньше нельзя было этого отследить, как так человек сначала прописывает в своей квартире одного, потом второго, потом третьего? Это вообще возможно? А сколько это закон? Ну, контроль за данным законодательством возложен на сотрудников УФМС. Вот. Но у них нет, как это сказать, таких полномочий, чтобы данные отслеживать, факты. Данные полномочиями только полиция наделена. Ну, хорошо, все равно спасибо вам. И все-таки какие граждане подпадают сразу, да, вопрос логичный под ваш поле деятельности? Ну, я скажу так. 3 января 2014 года вступили в силу дополнения к УК РФ, которым введены две новые статьи. Первая статья – это эффективная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания, либо по месту жительства в жилом помещении Российской Федерации. Эффективная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации. Вторая статья – это эффективная постановка на учет иностранного гражданина, либо лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации. То есть разница между этими статьями в том, что, в первой, речь идет об иностранных гражданах, которые длительное время уже пребывают на территории Российской Федерации. Скорее всего, они имеют либо вид на жительство, либо временное разрешение на проживание. И как бы факты фиктивной регистрации таких лиц, они представляются нам, что будут достаточно редки, поскольку данные люди, как правило, ставят своей целью обосноваться на территории Российской Федерации. То есть купить квартиру, найти хорошую работу, в перспективе, может быть, даже получить гражданство Российской Федерации. И поэтому они пытаются не нарушать законодательство, в том числе и миграционное. Во втором случае речь идет о фиктивной постановке на учет по месту пребывания. И это касается в основном массы иностранных граждан, которые пребывают в подавляющем большинстве из среднеазиатского региона бывшего Советского Союза. Давайте пройдемся по санкциям. Что ждет нарушителей? Данное преступление наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного или иного дохода за период до трех лет. Либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, либо без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с правом занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью до трех лет, либо без такового. Вот по вашему мнению, по мнению компетентных органов, скажем так, какие же цели преследуют нарушители? Ну, в данном случае это недобросовестные граждане, которые хотят воспользоваться ситуацией, поскольку, в принципе, процедура постановки, фиктивной постановки на учет или вообще постановки на учет, она достаточно проста. И граждане, они добросовестные, у которых имеются какие-то материальные трудности, они вот как раз пользуются ситуацией и за определенную плату с иностранных граждан или без гражданства берут тут у них пакет определенных документов, подают его, представляют в определенные органы УФМС и после подачи с данного лица денежное возграждение берут. То есть, в принципе, цель – это материальное обогащение. Ну, или, проще говоря, коррупционный момент такой, ну, все-таки присущ, да? Ну, да. Так, Екатерина Михайловна, скажите, пожалуйста, вы уже в начале беседы отметили, что одна из статей будет касаться граждан Российской Федерации. Каким образом и на каких основаниях, и какие санкции к ним будут применяться? Санкции, в принципе, одни и те же для всех. Будет это касаться, конечно же, таким образом. То есть, по закону иностранные граждане, либо лица без гражданства, они обязаны в течение 7 суток стать на учет по месту пребывания. Вот, это либо квартира, либо дом. Реже всего, конечно, это помещение организации. То есть, владелец дома, квартиры или этого помещения предоставляет в ФМС определенный пакет документов. И сотрудник ФМС, он как бы некомпетентен проверить. Он может только проверить подлинность данных документов. Если подлинность никакого сомнения не вызывает, то он, естественно, определенная процедура, там в базу данных вводит определенные сведения на уведомление, на отрывном планке уведомления штамп ставит. И таким образом у нас человек, иностранное гражданин, либо лицо без гражданства поставлен на фиктивный учет. И в данном деянии нашего гражданина Российской Федерации как раз и усматриваются преступные деяния, которые наказуемы статьей 322.3. А если говорить о статье 322.2, в данном случае даже постановка, регистрация, фиктивная регистрация гражданина по месту его пребывания, но данный гражданин там не живет, не пребывает, то есть является также уголовно наказуемым. Ну и последний вопрос, я уж не знаю, сможете на него ответить или нет, но мне хочется задать вопрос вам, как полицейскому. Человек может быть и некомпетентному в этом вопросе, но все же в законах сведущего. По вашему мнению, каким вообще должно быть наказание данной категории граждан, дабы обеспечить нам и в целом законодательству нашему прозрачность проживания таких вот товарищей? Ну, мне кажется, санкция статьи достаточно строгая в данном случае, и я убеждена, что все лица, совершившие преступление, будут привлечены к уголовной ответственности, понесут заслуженное наказание, опять же, это на усмотрение суда. И, пользуясь случаем, мне хотелось бы, конечно, призвать граждан воздержаться от преступных действий и соблюдению требований законодательства при постановке на учет по месту своего жительства, иностранных граждан, лиц без гражданства, поскольку выявить эти преступления достаточно несложно, нетрудно, а в итоге недобросовестные лица получат судимость и ощутимое наказание для кошелька, а может даже и для своей свободы. Каким образом же будут организовываться какие-то периодовые мероприятия или телефон горячей линии? Каким образом будете выяснять, где что? Телефон горячей линии у нас работает всегда, к нему могут позвонить любые соседи, если вдруг что-то подозрительное заметно. Ну, такие преступления обычно выявляются сотрудниками, естественно, ФМС, где они смотрят, сколько граждан в квартире проживает или зарегистрировано. Вот. И, ну, рейдовые мероприятия, возможно, участковыми. Вот. Ну, а в нашу задачу входит, естественно, проверка по собранным материалам, возбуждение уголовных дел. Вот. В настоящее время возбуждено 12 уголовных дел в Рязанской области. Из них три дела возбуждены в отделе полиции номер 3 МВД России по городу Рязань. Ну, я вижу, у вас работа налаживается потихоньку. Желаю вам успехов в вашей профессиональной деятельности. Спасибо, что пришли к нам в гости. Да, спасибо. Это была программа «Семь минут». Мы с вами совсем скоро увидимся. Всего вам хорошего. Удачи. Будьте внимательней. Редактор субтитров А.Семкин